Особо опасных преступников так не берут, насколько я знаю. А вывод как-то не очень. Виктор Владимирович, вы так говорите, как будто мы вам хотели рубить. Конечно. Хотели вам рубить. Конечно, хотели. Ну, чем мы говорили? Конечно, хотели. Очередное задержание. Барнаулец Дмитрий Мазалов считает, что на него объявили охоту сотрудники ГИБДД. Возможная травля длится уже два месяца. 4 марта Дмитрий и его супруга выехали из дома и почти сразу попали в небольшое ДТП. Мужчина рассказывает, что за рулем была его жена. Претензии у обеих сторон аварии были обоюдные, но решили договориться по европротоколу. В тот момент, когда супруга ушла за деньгами, на место подъехал экипаж ГИБДД. Сотрудники решили, что управлял машиной Дмитрий. По словам мужчины, ему даже не дали сделать звонок по телефону. В какой-то момент Барнаулец оказался на земле. А дальше перелом плечевой кости. От резкой боли Дмитрий потерял сознание. Весь день мужчина провел в отделе. Привезли меня в индустриальный отдел РОВД, где меня задержали до суда на двое суток. То есть со сломанной рукой. Невзирая на то, что у меня боли адские. То есть я попросил, чтобы вызвали еще раз скорую. Скорая приехала, осмотрела меня. После этого ответственный отдел полиции принял решение, что я здесь в камере могу, грубо говоря, скончаться. После этого принял решение меня выпустить под явку о прибытии. В тот день Дмитрия не госпитализировали. Мужчина считает, это все по просьбе сотрудников ГИБДД. Кроме того, Барнаулиц со сломанной рукой смог добиться адекватной помощи только 13 марта, спустя 9 дней после перелома. Дмитрию уже понадобилась серьезная операция. В руку вставили пластину. Сегодня мужчине инкриминируют управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и неподчинение сотрудникам полиции. Кроме того, его хотели привлечь за употребление наркотических средств, так как у него взяли анализы после обезболивающего укола. Дмитрию удалось это доказать. Добавим, что из-за всей этой истории мужчина пропустил обязательный прием лекарств. Барнаулиц борется с опухолью. Адвокат Дмитрия уверен, сотрудники вышли за пределы своих полномочий. К алгоритму их действий у юриста много вопросов. Их действия, ну по крайней мере, как они пытаются объяснить, направленные на применение физической силы, были в связи с тем, что Дмитрий Владимирович пошел за своим телефоном к своему автомобилю. В рапорте сотрудники указали, что я неоднократно пытался скрыться, то есть, ну, как бы тут рассудить. То есть, один раз скрылся, потом вернулся еще раз, получается, на место происшествия, еще раз пытался скрыться. Ну, как-то логики не видно в этих словах. Ранее мы отправлялись запросы в управление МВД по Барнаулу, но нам ответили кратко. Цитируем, сегодня по данному факту ведется проверка. Меня просто поражает, правда. И причем они в настоящее время продолжают утверждать, что они правы. Хотя нет. Знаете, они пытаются наш мир превратить в зазеркалие. Они пытаются перевернуть закон. А на самом деле они его нарушили. Адвокат считает, что даже если бы Дмитрий что-то нарушил, это не дает право сотрудникам ГИБДД ломать ему руку и относиться как к преступнику. Впереди у мужчины серьезная реабилитация. Пока он не может работать. Также, по словам Дмитрия, сегодня на него оказывают сильное давление. Несмотря на это, он планирует отстаивать свои права и привлечь экипаж к ответственности. Мы будем следить за развитием событий. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.